Или на земле, так как есть много богов и господов много, но у нас один Бог-Отец, из Которого всё, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым всё, и мы им. То есть фактически в данном случае Демиургом Платоновским оказывается у Иоанна Логос. То есть, если вспомним первую главу книги Бытия, Бог произносит слово. Об этом же слове пишет в прологе своего Евангелия Евангелист Иоанн. И это слово по смыслу Нового Завета как раз и является Демиургом. То есть, если мы принимаем Демиургическую версию. А утверждение о том, что, скажем, Архонт Елдобаов, это есть Демиург, оно ошибочно хотя бы потому, что нигде в подлинных гностических текстах никто из Архонтов Демиургом не назван. То есть, само слово там в паре мест присутствует, но, увы, безотносительно к Архонтам. Вот, и, скажем, Валентинианский трехчастный трактат на Хамадил, он относительно поздний. Вот, и он как раз, поскольку сам термин Демиург в гностический дискурс Белии Валентиниани, он описывает падение Логоса. Вот, но, к сожалению, этот текст читателям недоступен, поскольку покойная Алла Ивановна Иландская его перевела, но издание провалилось, и сейчас текст продолжает оставаться недоступным для читателей. Вот, я на конференции России «Игнозис», чтобы обратиться к именно тому уникальному, что несет в себе гностицизм, и оставить за рамками те признаки, которые перечисляют Александр Леонидович Хозроев и Алексей Федорович Лосев, вот неуникальные признаки гностицизма, я сформулировал это дело так. «Гностицизм – комплекс идей, основывающийся на развлечении и даже противопоставлении в начальных главах книги «Бытия Бога» Элахима, «Бытия 1.1.2.3» и «Бога Якве», «Бытия 2 глава 4 стих» и далее. Этот комплекс идей нашел свое многообразное выражение и развитие как в экономической и апокрифической христианской, так и в нехристианской литературе, а также в религиозных представлениях ряда групп в поздней античности, средневековье и новом времени вплоть до сего дня. То есть это вот единственный уникальный признак гностицизма. «Где противопоставления Бога и Бога Якве нет, там нет и гностицизма». То есть понятно, что в гностических текстах, хотя Якве там пару раз упоминается и отождествляется, помимо прочего, с Кавиным, но в гностических текстах в основном речь идет о Бархонте и Элдаваофе. Но если рассматривать, скажем, такое классическое, важнейшее для понимания гностицизма произведение, как апокриф Иоанн, то есть там центральное содержание – это беседы Иисуса с Иоанном, Иисус открывает ему тайну небесного мира. Иоанн записывает. И последовательно идут метраши на сотворение человека, на грехопадение, и вплоть доходит до истории Ноя и до истории сынов Божьих, сынов человеческих в ветхозаветном понимании, то есть когда сыны Божьи спустились и вступили в связь с дочерьми человеческими. То есть практически идет еретическое, с точки зрения исторического христианства, разумеется, еретическое экзогеза книги Бытия. То есть причем наиболее известных сюжетов книг. До Абрама все-таки они не доходят. Вот теперь о неуникальных признаках гностицизма. Например, докетизм. То есть представление о том, то есть приписываемое гностикам представление о том, что Иисус не обладал физическим телом в нашем понимании, был неким призраком. На самом деле докетизм, любой докетизм, легко разбивается вопросом, что же тогда приколотили ко Христу римские легионеры. Понятно, что тело у Иисуса было. А спор шел, было ли это тело плотью? Поскольку тело, оно и есть тело. Тело, вот у камень тоже тело, стол тоже тело. А плоть – это тело, обладающее собственной волей, направленной на зло, так называемой плотью. Соответственно, спор шел не о том, было ли у Христа тело. Спор шел о том, было ли это тело плотью. И здесь очень забавная вещь произошла в историческом христианстве. признала, признали тело Христа все-таки плотью. Но какой-то такой особенной плотью безгрешней. Затем дуализм. Ну, действительно, существуют определенные основания для такого суждения. Но дуализм – это прежде всего философское представление. А в случае гностицизма, так же, как и в большинстве религий, речь идет о противостоянии Бога и дьявола. Причем в роли дьявола выступает помянутый Архонт Елдовалов. Ну и все его Архонтское область, он многочисленный. Причем специфический дуализм, который, в общем-то, и по сей день вызывает у некоторых неадекватные реакции, заключается в том, что, скажем, и жесткость преследования в Средние века вызвана именно тем, что для гностиков дьявол – это как раз Бог Иегова. Господь – Бог Израиля, Арама и Исаака Якова. Соответственно, это не сам по себе дуализм, потому что, скажем, средневековый католицизм – это тоже чрезвычайно дуалистическое мировоззрение. Но именно вот этот вид дуализма, когда Бог одних оказывается для других дьявол, вот это вызывало ненависть и такую жестокость преследования. Затем, вот постоянно к этому обращаются, это просто стоит глянуть в интернете, в гностики – это расизм, разделяющий людей на пневматиков, психиков и хойков. То есть на людей духовных, людей душевных и людей перстных. Вот. Ну, по текстам не очевидно, что человек рождается и всю жизнь по своей природе пребывает либо духовным, либо душевным, либо плотским. Вот. И сам апостол Павел, который ввел эту терминологию в своих посланиях, он как раз обличает своих слушателей в том, что они плотские и воспринимают то или иное учение по-плотски, а не духовно. То есть если бы они были плотскими по природе и не могли стать духовными, то проще было бы прогнать их с глаз и найти где-то духовных слушателей. Соответственно, в этом учении нет никакого приписываемого оккультного расизма, скажем. То есть да, человек может определенным путем от, скажем, плотского понимания перейти к духовному пониманию. В общем, и тот же Павел прекрасно как бы этот путь расписывает. И этот же путь в других терминах расписывает тот же Иоанн в своих посланиях. И, кстати, в Евангелии, например, беседа Иисуса с Никодимом – это именно об этом. Иисус говорит Никодиму, что надо народиться свыше от воды и духа. Это именно путь стать духовным, а не плотским. И продолжая, значит, о плотских, еще, значит, термины хилики от ивы – материя. И хорики перстные, то есть это имеется в виду та перст, из которой Яхве в второй главе бытия, стих, если не ошибаюсь, седьмой, вот, это вот та прах земной, из которого архонт Елдобавов, на секундочку, изготавливает человеческую плоть. То есть духовный человек, человек по образу Бога, создан Богом в первой главе бытия, вот, а плотский человек создается во второй главе. Да, это не нормативное ни для христианства, ни для иудаизма понимание, но оно многократно засвидетельствовано в текстах. В том числе я глубоко убежден, что именно из этого понимания исходили и авторы Евангелия Таана, и автор посланий Павла. Ну, надо полагать, это сам Павел Игра. Вот. И, значит, далее, поскольку человек рождается свыше от воды и духа, то Бог в данном случае выступает в роли отца, дух в роли матери, а вода, как бы, ну, выполняет примерно ту же функцию, что около плотной воды в отношении обычного рождения, обычного владельца. Вот. И, например, в апокрифах есть выражение «люди совокупления». То есть это люди, рожденные не от Бога, а всем нам, как бы, привычным общечеловеческим способом. Вот. И утверждается, что эти люди не, как бы, противостоятельности, скажем так, мягко. Значит, далее. Еще неуникальные признаки гностицизма. Это эонология. Ну, например, всем известно, что у Валентина было 30 эонов, выстраивающихся в порядок плера. Вот. А у Василида, скажем, уже цифра доходила до 365. Вот. Не уверен, что сохранившийся текст с этой нумерологией имеет какое-то отношение к Василиду, но, по крайней мере, документально это вот. Версия 365 эонов с твердями небесами и великим множеством небесных царств. Документально эта версия подтверждена. То есть было такое. Тогда как у Иисуса, вот, по каноническим евангелям, эон всего два. Это век сейм и век грядущий. Причем век грядущий не в смысле будущий. Вот. То есть не когда-то. Перенесение века грядущего в когда-то это очень не точно. В общем-то это неверный перевод, неверное понимание семитского выражения. Вот. Век грядущий это вот приходящий вот прямо, прямо, прямо сейчас вот близкий при дверях. Вот сейчас двери откроются, все, пришел новый. Вот. Ну, в языческой среде все это подверглось очень большой мифологизации, к сожалению. Вот. И все известные нам гностические тексты это верхний Египет. То есть саидский диалект это верхний египетский диалект оптского языка. Вот. Есть еще несколько текстов на Субахмимском. К сожалению, он хуже изучен. И, в общем, перевод этих текстов представляет достаточно большую сложность. Вот. И в самом развитии все эти тексты понятно, что прошли очень длительное бытование в языческой среде и были очень сильно мифологизированы именно язычниками. То есть когда ноль сравнивается с Депкалионом, это уже как бы понятно, откуда получена информация. То есть здесь герой библейского мифа он приравнивается к герою языческой мифологии. Вот. Но в языческой среде развивалось какое-то вот определенное ядро тоже, которое положено в основу Нового Завета, я полагаю. Вот. Просто люди не до конца понимали, вот, люди, конечно, чужды и библейской культуре, и еврейской культуре, в руки которых попала эта проповедь, а отчасти она попала в их руки уже записанной, потому что, например, есть очень показательный документ, слово о происхождении мира. Это из Второго кодекса, она неоднократно переводилась уже на русский язык, и опубликована впервые Аллой Ивановной Иландской в начале 90-х годов прошлого века. Так вот, в этом слове о происхождении мира присутствуют каламбуры ни из коптского, ни из греческого языка непонятные. То есть, они становятся именно каламбурами, только если мы возвращаемся к арамейскому оригиналу текста. На всякий случай Новый Завет изначально писался по-гречески, возможно, был какой-то арамейский оригинал только у прото-евангелия, из которого потом были расписаны Марк, Матфи и Лука. То есть, здесь мы сталкиваемся еще вот с той традицией до перевода текстов на греческий. Это для нас принципиально важная блага. Но еще интересный момент. В библиотеке Накфомати сохранились тексты, одни и те же тексты, в краткой и пространной редакции. И совершенно очевидно, что вот тот гностик христианин, но по происхождению язычник, будучи человеком, ну, чуждым культуре, в которой эти тексты изначально создавались, он редактирует, не совсем понимая смысла текста. То есть, в краткой версии, например, Архонт делает Адама господином над Евой. Вот, это ну, аллюзия на книгу Бытия, опять же, на то, что Бог Его проклинает Адама и Еву, и помимо прочих карт, там, будешь в муках рожать, говорит Еве, что сделаю мужа твоего господина над тобой. Вот, библейская цитата совершенно очевидная. Редактор гностик, не зная этой библейской цитаты, пишет, что, в общем, вносит порчу в текст и получается, что Архонт, а не муж, господствовал над Евой. То есть, это просто очевидная ошибка. То есть, и понятно, что, вот, первоначально это ядро, вот, гнозис, тот, от которого я так бы говорил, что это противопоставление Богу Елохима Богу Яхве, вот, он в языческой среде приобрел многие новые признаки. Далее, вот, как любым носителям эллинистической культуры, гностикам, естественно, были свойственны представления о бессмертии души. То есть, что по смерти выделяется некая сущность. Вот, у нас нет уверенности, что эти же представления были свойственны не только Иисусу и его окружению, ну и по крайней мере подавляющему большинству их современников и земляков. Вот, и еще один неуникальный признак гонестицизма, это создание гонестицизма. для Иисуса центром является царство Бога и способ войти в это царство. Для гностиков некая авторская, как верно заметил Хазроев, целостная мировоззренческая система, дающая целостное представление о мире, в большинстве случаев, причем фантастическом небесном, а не реально окружающем гностикам. Ну и вот к гностическим системам мы вернемся чуть позже, а сейчас мне хотелось бы немножко остановиться на развитии не гностической литературы, а литературы именно христианской, Игорь Евлан-Пефод канонической. Игорь Евлан-Пефод вопрос уже поднимал, то есть какие тексты для нас в данном случае являются важнейшими. Это Евангелие апостола Маркиона, Евангелие это прото-евангелие, которое положено в основу всех трех синаптических Евангелий Нового Завета Марка, Матфея и Луки. И апостол это десять посланий Павла, которые были на тот момент известны, на 140-й год. Еще четыре послания Павла это Титу, Тимофею и Евреям, они более поздние и естественно неподлинные. То есть они не попали в апостол Маркиона не потому, что Маркиона их отвергла, а потому, что их еще не существовало природы на момент составления апостола. И далее очень важны для нас Евангелие от Иоанна и послания Иоанна, предположительно принадлежащие одному автору. Ну, заметим, в отличие от апокалипсиса. принадлежащего с очевидностью другому. Вот, значит, и здесь хотелось бы обратиться к маркиаринскому спору, имевшему место в 19 веке в Германии. Там основные участники Адольф Билденфельд, Густав Ольтмар, Фердинанд Кристиан Бауэр и Альбрехт Ричи. Вот Альбрехт Ричи в своей работе «Евангелие Маркиона» и «Каноническое Евангелие Луки», вышедшие в Тюбингене в 1846 году, пишет, «Евангелие Маркиона» это не искажение Евангелия Луки, как вообще утверждает христианская традиция, а скорее его основной корень. Затем это утверждение вызвало очень серьезную дискуссию, в общем, Ричи позднее частично пересмотрел свои взгляды, но ключевая фраза уже была произнесена. Далее в 1881 году в Чикаго Чарльз Уайт публикует книгу «История христианской религии» до 200-го года, в которой, опираясь на немецкие исследования, однозначно утверждает, что Маркион ничего не редактировал, «Евангелие Луки» это более поздняя и по своей идейной направленности антимаркионистская версия, созданная как раз на основе редактирования и дополнения «Евангелия от Луки». Вот соответствующие главы работы Чарльза Уайта доступны в интернете по-русски. Отмечу, что в тогдашних чикагских газетах господина Уайта назвали «Антихристом». Причина этого всего если первичен первичный Ивангелие Маркиону, то несостоятельной оказывается депозит первенства Марка. А это в свою очередь обрушивает всю традиционную библиистику. Естественно, что подобные утверждения встречали некоторое сопротивление. Сразу после Первой мировой войны Адольф фон Гарнак его история догматики доступна по-русски опубликовал книгу Маркион «Евангелие о чуждом Боге». В ней он исходил из предположения, что все же Маркион редактировал и Павла, и «Евангелие от Луки» и вычеркивал оттуда неустраивающие его фрагменты. Сразу хотелось бы объяснить, почему это не так. Поставим себя на место Маркиона. Нам следует удалить из Евангелия Луки моменты, связывающие Иисуса с иудейской религией. Вероятно, мы бы начали с эпизода о Луне Авраамову. То есть история о богаче Лазаре и Луне Авраамову. Этот эпизод был сохранен в Евангелии Маркиона вне прикосновенности. Мало того, это в принципе вставная новелла, внесенная в первоначальную Евангелие после того, как оно было переведено с армейского языка, то есть уже в языческой среде, но до того, как оно попало в руки Маркиона. И Цертулиан совершенно справедливо глумился над Маркионом, что, коль уж ты редактировал, почему же Луна Авраама это не убрал? Вот. Вероятно, Маркион просто не мог ему ответить, потому что Цертулиан творил уже после его смерти, а при жизни ответил бы, что, прости, брат, я ничего не редактировал. Затем, в 1926 году вышла принципиально важная, тоже доступная по-русски в интернете, статья Поля Луи Кушу, первое издание Святого Павла, где он на примере многочисленных разночтений между сохраненными, многочисленных сохраненных ересеологами разночтений между корпусом Павла у Маркиона и корпусом Павла в современном Новом Завете, вот Кушу сравнивает эти разночтения и приходит к выводу, что текст Маркиона везде подлинный. Вот здесь я хотел бы привести пару примеров. Например, Павел пишет, «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Оправдавшись же верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Откуда это? А? Точно. Значит, точно это римлянам глава 3 стих 28 тире римлянам глава 5 стих 1. То есть, после слов закона в отредактированной версии присутствует еще целая глава. Причем глава, рассуждающая вовсе не о том, о чем говорил Павел в этой фразе. Далее можно продемонстрировать то же самое на примере Евангелия Теана. Это глава 4 стихи 21-23. Вот, беседа Иисуса с Томарянкой. Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Иоанновский оригинал. Иисус говорит ей, «Поверь мне, женщина, что наступает время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». И спасение иудеев, кстати, единственный случай, гопакс, употребление Иоанном слова «спасение», к лицам отсутствовать. Вот, ну, к навреду обогащей Лазаря мы уже обращаемся. Вот, и здесь, как бы, ну, обещал кривые зеркала, обещал благую листью. Возвращаемся к благой вести. О чем с мономанской настойчивостью говорит Иисус, обращаясь к любым своим слушателям? Он говорит о царстве Бога, причем именно Бога. То есть, как бы, переводя это обратно на еврейский язык, «эллахима». Выражение «царство Господа» нет нигде. Вот, царство, приходящее прямо сейчас, вот буквально ломящаяся дверь. Нигде-то, никогда-то в эскатологической перспективе, нигде-то на небесах. Значит, выражение «царство небесное», да, и здесь хотелось бы сразу оговорить очень важный момент. В Евангелии нет выражения «царство Божие» и «царство небесное». Вот, правильный перевод «царство Бога» и «царство небес». Причем небеса – это вот не те голубые небеса, которые мы видим, а небеса – это стандартный семитский эвфемизм для того же самого Бога. То есть, понимание «царство небесное» как «царство где-то на небесах» – это уже вообще добротное такое язычество. Вот, для Иисуса небеса – это Бог, вот, и «царство небес» – это именно «царство Бога». Только это. Вот. И здесь очень важно обратить внимание на такую деталь. Автор оригинала синаптических Евангелий, он адапционист. Он утверждает, что Сын Божий становится таковым, то есть Иисус становится Сыном Бога на Иордане в момент прещения. То есть, когда Бог провозглашает Иисуса Своим Сыном. Вот. В принципе, известный нам, скажем, по рукописным вариантам Матфий, он, Евангелие от Матфии, он этой же идеей придерживается. Для него Иисус – сын Иосифа. То есть, языческой мифологии о рождении полубогов из Евангелия Луки Матфий не разделяет. Известен случай, когда епископу Порфирию Успенскому предлагали собрать синайские монахи, синайский кодекс знаменитый, не находя его особо ценным. Но епископ Порфирий Успенский отказался, мотивируя это тем, что кодекс еретический, поскольку в нем написано, что Иисус – сын Иосифа. Ну, впоследствии, когда, я думаю, владыка Порфирий сумела оценить глубину своей ошибки. Далее, выражение «сын человека», постоянно применяемое евангелистами к Иисусу. Это какого человека? Ну, едва ли Иосифа, едва ли, опять же, Давида. Речь идет о том самом человеке, который создан по образу подобию Бога в первой главе Лития. Ну, то есть, впоследствии, каббалисты разработали вокруг этого образа мифологию Адама Кадмона. И об этом же человеке говорится, скажем, в гимнастических текстах, и в том числе, что присутствует фраза, что первый человек превыше всех богов, и что имя Бога есть человек. Но это из подобной идеи исходит, я подчеркиваю, именно адапционист, автор первой Евангелия, и из этой идеи исходит Матфий. И, впоследствии, уже у Иоанна Иисуса отрождествляется с предвечным логусом. Ну, я думаю. Вот. А почему бы и нет, с другой стороны? Вот. И таким образом становится воплотившимся сыном Бога. Но тут возникает вот какая коллизия. Все, рожденные свыше от воды и духа, вспомнив беседу с Никодимом, они тоже сыны Бога. Но если Христос есть предвечный сын Бога, воплощающийся просто на земле, слово плоть быть, слово стало плотью. Тут мы как раз возвращаемся. К чудесной плоти, не обладающей свойствами обычной плоти. Вот. И вот, значит, здесь продолжая как бы тему рождения от воды и духа. То есть, рожденные от воды и духа – это сыны Бога. Рожденные от плоти и похоти есть сыны дьявола. Вот. Иоанн и в своем Евангелии, и особенно в своем первом послании, там третья глава особенно показательная, вот он как раз четко эту идею проводит. А почему дух выступает в роли матери? Ну, если мы как бы обратимся к гностическим представлениям о Троице, то Бог есть разум. Он пребывает в самом себе и в молчании. И каковое молчание в то же время является его первой мыслью, протальной по-гречески. И эту свою первую мысль он выражает в слове, логосе, то есть в своем предвечном сыне. Это гностические представления о Троице. Вот. Если мы сравним с, скажем, исторически-христианскими представлениями, ну, различие очевидно, то есть дух теряет свою роль матери, становится в Троице на третье место, уже после села. Вот. И, надо сказать, совершенно не зря выдающийся юрисиарх Маркел Анкирский, сторонник строгого такого монотеизма в исламском, скорее, духе, он порицал православных и открыто называл их юридиками и учениками юрисиарха Валентина. Ну, что да, действительно, в значительной степени в ортодоксии было заимствовано именно гностическое понимание Троицы. Ну, к сожалению, с некоторым снижением этого самого понимания. Вот. В Патристики единственный текст, который вообще свидетельствует, что эти вопросы поднимались и обсуждались, скажем, в раннем Средневековье, это заочный спор Августина Блаженного и Фауста Номидийского. Это манихийский епископ. И от Фауста сохранились достаточно значительные по объему главы, также доступные в русском переводе в интернете. Вот, в частности, Фауст, говоря от лица манихеев, но называя себя при этом истинным христианином, а Августина носителем заблуждения полухристиан, полуилудеев, пишет буквально следующее. Нас спрашивают, по какой причине мы отрицаем, что человек сотворен Богом. Но мы не утверждаем, что человек ни в каком смысле не был создан Богом. Мы спрашиваем только, в каком смысле и когда, и как. Ибо по апостолу есть два человека, одного из которых он называет иногда внешним человеком, обычно земным, иногда также летшим человеком. Другого он называет внутренним, или небесным, или новым человеком. Далее идут ссылки на Павла. Вопрос, кого же из них создал Бог? Ибо также есть два времени нашего рождения. Одно, когда естество производит нас на этот свет, связывая узами плоти. И иное, когда истина возрождает нас в нашем обращении от заблуждения и вхождения в веру. Это-то второе рождение, о котором Иисус говорил в Евангелии, когда сказал, если человек не родится вновь, не сможет увидеть Царство Бога. Не зная, что подразумевал Иисус, Никодим был в недоумении и спросил, как это может быть, поскольку взрослый человек не может войти в утробу матери и родиться во второй раз. Иисус сказал в ответ, если человек не будет рожден от воды и Духа Святого, он не сможет увидеть Царство Бога. Затем он добавляет, рожденное от плоти есть плоть, рожденное от Духа есть Дух. Следовательно, поскольку рождение, в котором появляются наши тела, не единственное рождение, но есть иное, в котором мы вновь рождаемся в Духе, из этого различия возникает вопрос, в каком из рождений нас создает Бог. Способ рождения также двойственен. В унизительном действии обычного рождения мы происходим от жара животной страсти, но когда мы восходим в веру, мы образуемся под благим наставлением в славе и чистоте во Христе Иисусе Святым Духом. По этой причине детей приглашают к участию во всех религиях, особенно в христианской религии. Намек на это содержится в словах его апостола «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не вообразится в вас, Христос». Итак, вопрос не в том, создает ли Бог человека, но какого человека Он создает, и когда, и как. Ибо если, когда мы образуемся в утробе, Бог создает нас по своему собственному образу, что является общим верованием язычников и иудеев, а также и вашим верованием, значит, Бог создает ветхого человека и производит нас посредством чувственной страсти, что не представляется согласным с Его божественной природой. Но если мы созданы Богом, когда обращены и приведены к лучшей жизни, что является общим учением Христа и Его апостолов, а также и нашим учением, то в этом случае Бог делает нас новыми людьми, производит нас в славе и чистоте, что совершенно согласно с Его священным и почитаемым величием. Если вы не отвергаете авторитета Павла, мы из него докажем вам, какого человека создает Бог и когда и как. Он говорит Эфесиным, чтобы вам отложить прежний образ жизни ветхого человека, поврежденного в похотях заблуждения, и обновиться духом вашего ума, и облечься новым человеком, созданным по Богу в праведности и святости истины. Это указывает, что сотворение человека по образу Божьему подразумевает иного человека, и иное рождение, и иной способ рождения. Надо отметить, что античные авторы, к сожалению, весьма многословны, так что целиком я вам цитаты из Фауста зачитывать не буду, надеюсь, все и так понятно. И здесь нам следует обратиться опять же к представлениям о царстве. То есть, согласно представлениям исторического христианства, царство и небесное – это какое-то хорошее место на небесах, куда попадают после смерти праведники, куда, соответственно, после смерти не попадают бережники. Для Иисуса царство совсем иное. Царство – это рождение от Духа и Бога и пребывание именно на этой земле в рамках данной биологической жизни в качестве одного из сынов Божьего, первенцем из которых был сам Иисус. И здесь можно обратиться к представлениям о воскресении фарисеев. То есть, это учившая о воскресении религиозная секта времен Иисуса. Сразу говорю, что Иосиф Плавий, который пересказывает ее взгляды, обращается к языческой аудитории, поэтому приписывает фарисеев не только бессмертие души, но и веру в метропсихозис. Понятно, что Иосиф Плавий в данном случае не совсем корректен. Фарисеи, как все остальные евреи и галилея их времени, верили, что человек умирает совсем. Бессмертная душа – это эллинизм, это язычество. Но фарисеи верили, что когда-то в конце времен Бог Авраама, Исаака и Якова, если пожелает, может их всех воскресить. И основывалась эта вера на, если не ошибаюсь, 37-й главе Иезекииля, где описывается поле сухих костей, которые, значит, по воле Господа, Бога Израиля, вновь обрастают плоть и оживают. То есть, вот такое фарисейское понимание. Для традиционного христианства всеобщее воскресение мертвых – это, в общем-то, адаптация той же фарисейской идеи, но с принятием бессмертия души. То есть, человек умирает однократно, затем его судят, он попадает в рай или ад, причем рай почему-то отождествлен с Царством Небесным, но очевидно, потому что находится на небесах. Затем, по прошествии какого-то времени происходит второе пришествие Господа во славе. Все умершие воскресают. Причем не все умершие иудеи, как в случае с фарисеями, а возможно и только все умершие фарисеи, а вообще все умершие за всю историю человечества воскресают, их судят по новой и опять распределяют в райад. Для Иисуса и, скажем, Павла это не имеет смысла, потому что воскресение это вхождение царства, а в царство человек входит в рамках данной биологической жизни. Душа не или смертна, никакого загробного воздаяния нет. Надо получить царство в этой жизни. По поводу этого в гностическом Евангелии Филиппа сказано, что мертвые не могут наследовать никому, надо наследовать царство пока ты жив. Вот таким вот образом. И соответственно по языческим гностикам, которые первоначальный месседж приняли, но поняли очень своеобразно, на небесах оказывается уже великое множество царств со своими царями, небеса начинают умножаться, то есть вообще-то древний эллинистический мир, начиная в общем и вагалоняне и те же евреи, все считали, что небес всем. У гностиков появляется 14, потом они начинают умножаться и в конце концов их становится 365, но еще на каждом из 365 небес есть свои эоны, твердые царства, тоже выстроенные резины. То есть было бы очень интересно нарисовать схему всего этого. То есть здесь кабалисты со своими десятью сферотами, они, прямо скажем, отдыхают. И здесь мы, поскольку уже говорили о христианской литературе, канонической, каким образом она появилась, что она появилась в середине второго века именно на базе редактирования нить еретических документов. Потому что оригинал Евангелия привез в Рим Маркелон, его взгляда мы обсуждать здесь не будем, но важны не то, что он думал, а важны те документы, на основании которых он пришел к своим, пусть ошибочным выводом. И важно, что никаких других документов у его противников не было. То есть те люди, которые с гневом отвергли взгляды Маркелона, они не нашли ничего лучше, как просто переделать привезенные им послания Павла и Евангелия. Никаких альтернативных своих Евангелий, на основании которых они могли обвинить Маркелона в подлоге, они просто не было. То же самое, если мы берем Евангелие Иоанна, его автор Гностик, и внесенная в 22 стихе 4 главы спасение от иудеев, это, во-первых, очень грубая правка, достаточно очевидная при анализе самих стихов, а во-вторых, она ничего не меняет в самом наборе идей Евангелия Иоанна, так же, как ничего не меняет вставленная два раза в одно из его посланий плоти, когда говорится, что всякий, кто не исповедует Христа пришедшего, вставлено во плоти пришедшего, есть антихрист. Вот, и в конечном итоге, если мы обратимся к такому тексту, в общем-то, известному со второго же века, как православный символ веры, правило веры, ну, впоследствии он редактировался на соборах, дополнялся, но правило веры известно, впервые появляется в работах Иринии Ливонского и Тертулиана. Вот, и далее этот символ только расширялся, туда вносились новые дигматические положения. Но в символе веры вообще нет слова царства, которое для Иисуса было центром. То есть этот текст о чем угодно, но не о царстве. Хотя этот текст вот по сей день ежедневно поется в церкви за богослужение. И строго говоря, во втором веке то, что вот впоследствии стало историческим христианством, было частным случаем гностической системы, расходившейся с гностиками только по одному вопросу. То есть вот то, что мы с вами уже обсуждали. Вот историческое христианство утверждало, что в первой и второй главах книги Бытия действует один и тот же Бог. Вот, например, Иереми Леонский пишет буквально следующее. Бога еретики выдумали. Вымышляя по своему произволу сверх всего существа, то есть сверх Бога Яхы, того, кто не существует, хотя, казалось бы, не так трудно открыть первую главу книги Бытия, они обличаются в хуле против Бога, который действительно существует, и в том, что не существующего Бога выдумывают к своему собственному осуждению. То есть поскольку для Иеремии Бог Яхве тождественен с благим отцом из первой главы Бытия, в отличие от его оппонента гностика, он утверждает, что своего особого гностического Бога, а не библейского Бога, выдумали еретики буквально. И далее и Иеремии, и в общем-то последующие ортодоксальные авторы, они принимают полностью с некоторыми изъятиями тот же самый гностицизм и создают свою гностическую систему. Но эта гностическая система без гнозиса. Убран центральный элемент. Языческое бессмертие души, непорочное зачатие, все прочие красоты языческой фантазии, они оставлены вне прикосновенности. Скажем, средневековые споры, которые решали Вселенские Соборы, они чисто гностическая фэнтези по своему содержанию. Потому что не мы с вами обожаемые, ни отцы Вселенских Соборов просто ниоткуда не могли знать, сколько природ во Христе и каковы внутренние взаимоотношения внутри Святой Троицы. Это чисто гностические вопросы к Царству Бога отношения не имеющие. А Царство Бога, еще раз повторяю, оно оказалось никому не интересным. Фактически у Павла Иоанна и у самого Иисуса к середине II века не осталось наследников. Претенденты на такое наследство были и гностики со своими многочисленными апокрифами, приписанными апостолом, и маркианиты, маркиан прямо назывался посмертным учеником Павла. И ортодоксальный христианин во главе с тем же Иринеем, который вообще ввел само понятие апостольской преемственности и назвал преемником апостолов на себя любимого кого же еще. Фактически все три имевшихся на тот момент христианских течений не только не были наследниками Христа и апостолов, не просто не понимали о чем идет речь в Евангелии. И вместо того, чтобы попытаться это понять, разукрашивали все далее и далее свои в общем-то языческие фантазии. Почему? Потому что иудео-христианство, то есть христианство, существующее в семитской этнической среде, оно, к сожалению, исторически оказалось абсолютно неудачным. Вот в к 140-му году в Палестине, в том числе и в Галилее, было два геноцида, проведенных римлянами, после иудейских восстаний, при подавлении, большая часть населения уничтожалась, меньшая часть продавалась в рабство. Вот, и никакой живой арамейской, галилейской традиции от Иисуса в принципе сохраниться не могло. там территория пострадала сильнее, чем Белоруссия во время Второй мировой войны. Вот. А язычники, увы, вместо того, чтобы понять Иисуса, предпочли превратить его в объект для судов поклонения. Собственно, вот об этом я и хотел сказать. Насчет отражения в кривых зеркалах. Чего? Спасибо, Игорь Михайлович, очень грустный.